Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Владимир Сметанин. Для меня большая честь приветствовать в нашей студии заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, писателя-сатирика Семена Альтова. Семен Сеодорович, день добрый! Добрый день! Вы приехали в наш город с концертом, с выступлением. Намечено оно на 21 апреля, субботу, начало 17.00, Львятская филармония. Я вам верю. Да. Я посмотрел на вашем официальном сайте график ваших выступлений в апреле. Вы выступаете в четырех городах официально. Санкт-Петербург, Петрозаводск, Киров и Пермь. Все верно? Да, да, да. Я для себя, знаете, что отметил? В трех из четырех, кроме Кирова, городах ваша программа называется «Вчера, сегодня, завтра». Да. А в Киров вы приехали с программой «Сто причин для смеха». Вот для меня в этом что-то есть... Ну, это накладка, которая ничего под собой не несет. Просто, действительно, до последнего времени это называлось «Сто причин для смеха». Ну, а в последнее время, учитывая, что, глядя на то, что происходит в мире, как бы с той причин для смеха, не очень уместно, как мне показалось. И, будучи в разных городах и до апреля месяца, я начал доставать какие-то вещи, написанные 10, 15, 20, 25 лет назад. Чуть-чуть я их подсократил. Они имели такой же успех, как и ранее. И у меня появилось ощущение, что в нашей стране, к счастью или к сожалению, мало что меняется. Поэтому вот это вчера равняется, сегодня равняется, завтра мне показалось ближе к происходящему, к тому, что я делаю на сцене. Но, очевидно, это предыдущее название прорвалось... У нас здесь. Да. А программа-то это одна. Программа одна. По сути, по содержанию. Наживания разные, да, девушонка разная. Ну, вот у меня слух сразу же зацепился. Вы упомянули как-то нехорошо, да, с такой программой, когда вокруг и в мире такое происходит. А что вас всего больше сейчас беспокоит? В нашей жизни, внутри страны, в международной обстановке дел. Я думаю, что так же, как любого нормального человека, немножко тревожит вот это происходящее сегодня в мире. И как-то уже очень... Взаимоотношения с Америкой, ситуация в Сирии. Вы это имеете в виду. Ну, вот это я имею в виду. В Великобритании, в том числе, и так далее. Как-то все это сплелось в один такой сплошной негатив. И такое ощущение мне всегда казалось, я где-то читал, что дипломатия – это искусство договариваться. Кто-то сказал мудро и правильно. Не доводя дело до драки, да? Да, а сейчас вот это ощущение, знаете, как на переменке, пацаны, там на кулачках, как бы стыкнемся, стыкнемся, я помню это слово, со своего детства. Но учитывая, что это все-таки не школьный коридор, а это мир, и то, благодаря разуму человека, чем мы сейчас обладаем, ну, немножко рискованно и страшновато. Потому что одно неверное движение, то, не дай бог, и опять все начнется с динозавров, как я понимаю. Так что здесь рассчитывать, хотя вот сегодня мы с женой ехали в поезде, читали газеты, какие-то достаточно бравурные такие статьи. Кто-то мне это сказал, прочитав эти тексты, что действительно у нас сейчас мощное, может быть, мощнейшее оружие, когда, скажем, ракета долетает до того места, куда надо, скажем, условно, за 20 минут. Я говорю, ну, почему-то все забывают, что там ребята тоже не пальцем деланы, иначе ответная ракета долетит за 25. То есть мы проживем на 5 минут дольше. Я не считаю, что это такой повод для бурной радости. Вспоминая свою жизнь, когда-то вот такие обостренные обстановки были уже в Советском Союзе, в том числе, когда народ вот действительно каким-то местом, извините, чувствовал, что, ну, слишком обострилась ситуация. Или сейчас как-то сравнивать даже уже? Вы знаете, это и правильно, и страшно. С другой стороны, что страна, которая перенесла такое и потеряла столько народу, и столько ран было нанесено, и как-то, ну, то ли вот эта фраза, что время все лечит, оно, к сожалению, ну, действительно лечит все и вынуждает забывать все. Это даже самое страшное, так устроен человек, наверное, потому что как раз Россия должна была бы помнить, что было, что творилось. Но в последнее время и этот кино-видеоряд, когда все это такую, как бы, ну, что, все как-то очень здорово, и ничего страшного в этом нет. Это совершенно неправильно. У нас у всех есть дети, родители, близкие, внуки. Тут кто-то заболевает, у тебя уже сердечко стучит, неровно ты переживаешь. Это страшная история, об этом даже сегодня, ну, нельзя рассуждать. Это, в принципе, конец света, конец жизни на всей земле. Я не думаю, что где-то кому-то удастся отсидеться. Поэтому, когда вот говорят, что мы их... Сделаем с ними там все, что угодно. Да, вот эти пять призовых минут жизни, они меня не очень удовлетворяют. А что для вас сейчас является основным источником информации? Вы читаете, интернет смотрите, слушаете? Я стараюсь меньше смотреть телевизор, я смотрю там, в мире животных. В основном, кстати, там тоже все непросто, должен сказать. Да, в мире животных, как и в мире людей. Да, да, там-то все-таки вот это. Либо ты съешь меня, либо я съем тебя. Там это еще более наглядно. А интернет, насколько в вашей жизни подсосит? Интернет, я из того поколения, ну, я так слабо туда вхож. Слушай, я открываю первую страничку, какие-то 6-7 новостей. У меня ведется страничка в Фейсбуке, но я открою вам правду. Это моя невестка этим занимается. Я не совсем понимаю, что там происходит. Поэтому я там, в сторонке так. Хотя я знаю, что очень многие там сидят и живут, и рождаются, умирают. И все, дело я нет. Но больше с опасением или с уважением перед всей этой интернет-машиной, соцсетями и так далее. Немножко мне кажется, что технически эти все возможности, они немножко опережают наше сознание. Поскольку я не математик, но если вот сейчас какой-то 2017 год, если поставить... 18-й уже. Да, вот человека пока одно за другим, там, я не знаю, ну, скажем, 2000 человек всего. Вот первый человек. И мы все внутри примерно все то же самое, как мне кажется. Все пороки, все грехи, все соблазны. Ничего не изменило. При этом мы вот оделись многие в хорошие костюмы, нацепили часы, сели, BMW, мобильники. А внутри-то осталось тем же самым. Вот это раздвоение возможностей и того, кто ты, вот это меня пугает. Что человек не готов. Слишком быстро рвануло все вот это техническое обеспечение. Насчет мессенджера, телеграм, в курсе истории? Я в курсе. Прям гудит этот пчелиный рой несколько дней уже. Я понятия не имею, что это такое. Это что, ну так вот в фейсбуке или что, это связи как-то людей оборвают. Я не могу, что это такое. Напугайте меня, что мне стало страшно. Я не могу, я не могу понять позицию Роскомнадзора, который решил заблокировать это все. И сейчас вот это, видимо, как медведь ворвавшийся. И вот он сейчас рвет и мечет там бурелом. Не знаю, чем это все закончится. В общем, специалисты говорят, что решили запретить то, что в принципе запретить нельзя. Такие технологии. Ну, вот наше, что мы можем все сами. Я говорю, ну, хочется увидеть нашего даже того же чиновника, чтобы он отказался от всего импортного. Я имею в виду все, что на нем и рядом. Чтобы он остался в одних трусах. И начал пользоваться тем, что я не говорю о том, я не знаю, как у вас в вашем городе. В Питере полно вывесок, супермаркет. То есть очень много иностранных слов, которые до поры до времени все время носили извлекающие характеристики, что у нас не хуже, чем у них. Отказаться всего от этого. Ну, глуповато, ребята. Пользуйтесь, но с умом. Делайте что-то свое. Ради бога. Пусть он оказывается лучше того, что нам предлагают они. Вот этот лжепатриотизм немножко тоже для меня странно. Мне очень симпатичен, надо признаться, Семен Теодорович. Ход ваших мыслей и те термины, которыми вы пользуетесь. У вас было когда-нибудь желание в политику пойти? Например, тоже законодательное собрание Санкт-Петербурга. Но есть там личности, которые создают хайп, как это принято говорить в последнее время. Выступают с очень такими неоднозначными, противоречивыми законопроектами и так далее. Было, не было. Я хочу вам сказать, поскольку я достаточно человек наивный, я всегда не представляю последствий тех или иных поступков. И вот в перестроечные времена я был достаточно известной фигурой в нашем городе. Мы иногда встречались с Анатолием Александровичем Собчаком. Где-то я тут смотрю, какая-то старая запись Дыка Горького. Я выступаю, и сидит Анатолий Александрович, за ним сидит Владимир Владимирович, который тоже меня, в принципе, как бы знал, по крайней мере. И, короче говоря, в те годы мы там начали снимать какой-то телевизионный проект. На НТВ у нас был такой сериал «Недотёпы». Я был знаком с одним из банков того времени. Очень ребята расположены ко мне. Они мне помогли, чтобы мы всё это сняли. И потом, когда очередные войны, сказали «Семен, давай мы тебя, чтобы там не было лишнего депо». Я говорю «Давай, тебе человек благодарный». У меня жена говорит «Ты с ума сошёл? Ты понимаешь, что это такое?» Я говорю «Что такого? Подумаешь». Короче говоря, когда шло голосование, они мне, хотел сказать, СМС, тогда, наверное, их ещё не было, по телефону звонили, что говорят «Моряки за тебя, кто-то ещё за меня». Слава Богу, что на финише меня обошёл один достаточно известный политик нашего города, и я не прошёл. Это куда было? Ещё раз. В законодательном собрании. Вот самое одно и самое первое. Поэтому Бог всё-таки есть, и Он решил, что я должен заниматься тем, чем я занимаюсь, и не лезть не в своё дело, как иногда многие люди поступают. Возвращаясь к интернету, мы говорили, что коротко знакомы, а я вот посмотрел на одном из каналов, какие комментарии под вашими видеозаписями, ваших выступлений. Их там очень много, кстати. Буквально сотни тысяч просмотров. Вы очень востребованные артисты в этом смысле. Что вы говорите? Да, сотни тысяч просмотров буквально тех программ и роликов, которые были выложены совсем недавно. Вот я даже выписал для себя комментарии. Ваш адрес. Какой настоящий, тёплый душою мужик, и юмор у него тонкий. Человек-легенда, человечище, неподражаемый талант и голос. Обожаю Семёна Теодоровича. Какая речь и ни одного плохого слова, но скажет так, что и нецензурной брани не надо. Спасибо вам большое. Это мужчина или женщина? Вот не знаю, кстати, да, я по именам не подписался. Нет, я сейчас прослежусь. Вот я ни одного отрицательного комментария не нашёл. Хотя я не искал. Ну, спасибо. Ну, я вроде действительно ни в чём таком не замечен. Я надеюсь. Хотя сегодня это не положено мне облить человека грязью, как вы знаете. Давайте о вашем творчестве. Давайте. Насколько активно вы сейчас создаёте, как принято говорить, контент, да, в последнее время? Пишите, садитесь за рабочий стол? Пишу, да. Во-первых, кроме этого я ничего не умею, поэтому я этим и занимаюсь. И я понимаю, что чем дольше я буду упражнять вот мозг, тем позже я его потеряю, хотя это неизбежно. Я мыслю, следовательно, не осуществлю. Да, да. Я пишу, хотя выступаю поменьше, но вот сейчас, правда, немножко мучительный процесс собирается ставить пьесу мою в театрике Миссаржевской. Но режиссёр, который со мной работает, молодец. Он меня заставляет её переделывать восьмой раз. Я уже возненавидел этот материал. Знаете, когда ты кончишь. Почему? Потому что я всё-таки мастер повествовательного жанра. А там нужно движение, как я привёл ему пример, что вот если я на лыжах привык идти на бегашах, а здесь нужен сланом. Вот это мне даётся пока с трудом, он меня заставляет это делать. И мы хотим, как мне сказали, вот учитывая то, что происходит в мире, может быть, сделать свой каналчик маленький. У меня очень много коротеньких сейчас вот не присылает на телефон. Масса смешных, очень осторонных картинок, сюжетиков. Находок таких, да? Да, очень. Но я чужого никогда не пользуюсь. Замечательная вещь, остроумные, тонкие, смелые и так далее. Вот, может быть, наберём из того, что у меня есть, и будет вот какие-то шапочки надо придумать и запуститься. Раз люди кому-то и нужны, пусть смотрят. Нужны, конечно, а дата конкретно определена при премьере? Нет, 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 нет. Я думаю, что это где-то к осени. Ничто вас не подгоняет? Нет, ничто. Осень, я думаю, мы уже это осилим. Мне главное пьесу это спихнуть, я сдохну свободно. Я не могу, я устал от неё. Вдохновение, насколько часто посещает сейчас? Что является основаниями для этих моментов? Что вдохновляет? Ну, я думаю, с вдохновением мы уже как бы расстались. Это моя работа. Если сидеть и ждать вдохновения, то неизвестно, когда оно явится. И к тебе ли, и вовремя, или нет. Нет, это моя работа. Каждый день. То есть вы из тех творцов, которые говорят себе, или которым говорят, надо написать, и вы садитесь и пишите? Нет, ну каждый день, часа два-три я сижу. Я что-то правлю, я вот переделываю вот эту многострадальную историю, осматриваю какие-то старые записи. Ну, это как бы моя работа. Я, не знаю, вдохновение, чёрта знает, оно. Это какая-то такая странная субстанция. Мне кажется, что когда человек, обладающий каким-то дарованием и вынужденный как-то зарабатывать деньги, садится за стол, вот это называется вдохновение. Когда надо работать, человек работает, становится привычкой и частью его жизни. Потому что когда я долго не сажусь, бывает несколько дней, что-то не так, мне не здоровится. Вот у докторов, как известно, есть такой принцип «не навреди», да? Когда он контактирует непосредственно с пациентом, вы, выходя на сцену, выступаете, вы тоже находитесь в непосредственном контакте со своими слушателями и зрителями, и они переваривают, да, сказанные вами, проигранные на сцене. Вы тоже на них как-то влияете? Вот у вас, возможно, тоже какие-то принципы есть работы на сцене? Не переборщить, не знаю, не перегнуть молоко. У меня странно, как я думаю, я сам все-таки немножко так отдельно стою. Я все-таки один из предпоследних, наверное, представителей, как мне сказали, осмысленного юмора. Не коммерческого, вот рассмешить любой ценой, и сейчас молодые ребята делают это замечательно. Я все-таки всегда стараюсь что-то сказать людям. При этом я помню, но я в основном работаю один. Когда-то иногда вместе, вот, и Жванецкий вместе там мог быть, Задоров, они всегда собирались перед выходным. Знаешь, как боксер, никто не должен подходить, и пошел. Я, как вот я с вами достаточно в разобранном состоянии, я могу вот сейчас вот с вами говорить, вот там сын мне говорит, пошел. И я в таком же разобранном состоянии выхожу. И народ вроде бы это чувствует. Но за 40 лет я добился того, что, во-первых, когда я говорю, добрый вечер, они уже начинают хихикать с этим голосом, у них что-то связано. Я потом 2-3 минуты все взалмой в любом городе, поскольку вот за 40 лет я набрал своего служителя, зрителя в каждом городе. Дальше все идет замечательно, я не устаю, наоборот, мы как бы друг друга подзаряжаем, а они меня реакции, я их тем, как я читаю. И более того, от ощущения свободы, раскрепощенности я начинаю играть что-то. Я чувствую, как я тут сделал паузу, повысил голос. То есть мне самому становится смешно, но вот очищение раскованности, доверие в зале рождает вот такую свободу. Ваш зритель, ваш слушатель, как вы для себя его описываете? Кто эти люди, приходящие на ваш концерт? Много ли молодых, которым близок, близка ваша сатиры? Я привык, на улице, когда узнают, подходят молодые симпатичные девушки, просят, чтобы подписать, и говорят, моя бабушка вас обожает. Комплимент, да. Да, да, поэтому бабушки бывают, но бывают уже и, как сказать, дети бабушек, и даже внуки бабушек. Бывает молодежь поменьше, чем было когда-то. Но ходят, и я горжусь, когда несколько раз не скажут, что после каждого концерта подходят, подписают книжку, говорят, мы воспитали своего сына на вашем чувстве юмора. Вот за этих ребят я спокоен. А свои творения к каким-то более тёплым отношениям вы отличаетесь? Или все как-то вот они... Из того, что у меня... Да, да, то, что вы написали. Самое любимое, близкое лично вот к сердцу. Ну, лично к сердцу, я думаю, что у каждого творческого человека ему всегда кажется, что вот то, что написал вот сейчас, вот это, вот это и лучше, чем предыдущее. Хотя время и публика показывает, всё расставляет по своим местам. Ну, вот это, ну, считается рассказ «Взятка» с газетой «Советский спорт» знаменитый. Когда-то Жванецкий его назвал лучший юмористический рассказ советского периода. Я его посократил, его и сейчас мы читаем. Тема «Взятки» в нашей стране любима, вечна, и даже, помню, в налоговой инспекции те самые люди, которые, может быть, имеют к этому самому непосредственное отношение, они с таким удовольствием смеются, что, мол, это всё не про нас. В общем, вчера, сегодня, завтра. Вчера, сегодня, завтра. Ничего не меняется. Да, 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 да. «Взятка», да, помню, да, это произведение. Что касается вот там молодых юмористов, вы упомянули, ребята хорошо высказали, да, это всё делают, но это коммерческие проекты, вы это смотрите, вы это слушаете? Ну, я говорю, что я вообще с телевизором стараюсь держаться, мы с ним стараемся... Нет, ну, есть же так же радиостанция, юмор ФМ там есть, не знаю. Нет, в машине не слушаю. Нет, иногда смотрю, комедий клуб, я говорю, ну, действительно смешно, очень смешно, там, один комик от бога, это вот Харламов Гарри, безусловно, всё, что они делают, остальные. Ну, там же, это же целый холдинг, они работают, всерьёз. Это целая машина. Да, ребята шутят, зарабатывают нешуточные деньги, и совершенно заслуженно. Очень смешно, хотя, повторяю, вряд ли что-то остаётся в голове, но они такую задачу перед собой и не ставят. И в данный момент они людям, заплатившим деньги, на эту сумму дают смешной, безусловно. А к КВНу как относитесь? КВНу, ну, уже попроще, это всё-таки своя аудитория, там немножко это какое-то спортивное состязание напоминает, вот это восторг по поводу любой фразы. Опять-таки, это есть и хорошие шутки, там это всё, это уже бизнес, там работают серьёзные люди за какие-то деньги, это всё отработано. Но это всё-таки для молодых, я думаю, что, так же, как я для более старшего поколения, так и КВН для молодёжи. Они смотрят, и они правы, это их замечательная история, мысляков гениально где-то держатся. Вы знакомы или нет с Александром Васильевичем? Да, да, не скажу, что близко, да, мы друг друга знали, где-то здоровались. А, не знаю, вот среди таких уже взрослых, состоявшихся юмористов, выступающих на сцене, существует ли некая конкуренция, там, не знаю, по показателям? Вот ты собрал столько человек в зале, а ты столько человек в зале, и как ты уже... Я думаю, что это всегда у тех людей, которые работают именно на количестве, конечно, это влияет, конечно, это влияет. Вот у всех оно разное. Сейчас вообще из-за того, что денег у народа стало намного меньше, даже крутые исполнители, где-то треть зала они не добирают. Ну, желание есть, денег нет. Ну, я очень спокойный, я очень уважительно всегда относился к Михаилу Михайловичу Жванецкому, который, несмотря на возраст, прекрасно работает, собирает залы, всегда замечательно мыслит, это всё формулирует. Ну, вот я стараюсь тоже что-то, повторяю, смысленно и делать, а всё остальное уже из таких людей с бумажками нас, по-моему, больше не осталось. Юмор на злобу дня, насколько он популярен, на ваш взгляд, сейчас в нашей стране? Ну, это всегда повышает градус восприятия, это само собой. У меня никогда не получалось, я пытался пару раз что-то такое сделать с отвлеком, это не моё, это не моём характере, мне это не получается. То есть, вам нужно время, чтобы осмыслить, да? Нужно время, всё равно я не то, что стараюсь, ну, вот на что-то лежит душа, а на что-то не лежит. Вот какие-то истории о чём-то, и как у меня вот есть, это давняя штука, трамвай, который одновременно идёт по двум маршрутам, 49-25, известный стоит. Вроде бы не про что он мне скажет, что это модель того, как мы жили, живём и будем жить. Поэтому второй план, наверное, всегда, когда ты о чём-то думаешь, он возникает, но так вот, чтобы в лоб с указанием фамилии, адресов, явок и параллель, вот такого доноса на действительность у меня нет. Вы путешествуете по городам, даёте выступления. Где вам больше нравится публика, если уж мыслить, крайними какими-то категориями, в провинции или в столичных городах? Больших? 40 лет — это всё-таки, с одной стороны, печально, можно легко вычислить, если он 40 лет выступает, сколько же он живёт. 40 лет — это дата уже состоявшаяся или ещё будет, уточнить? На сцене? Да, на сцене творчества. Уже на сцене. Уже. А особым образом никак не отмечали, не праздновали? Да, нет. 40-летний юбилей. Нет, 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 нет. Итак, про публику да, спросил. Да, так я говорю, что я заработал в каждом городе больше-меньше какой-то своей аудитории. Сказать, что здесь хуже, здесь лучше, примерно по уровню восприятия, по звуку, а это как бы смех-показатель, поскольку я не смешу, у меня в основном юмор ситуационный, то есть людям надо иметь воображение. Раз они пришли, значит, они мои. У нас общий язык со второй минуты всё сказать, где южнее, где севернее, громче, тише, примерно одинаково. Я накануне смотрел в записи ваше выступление по поводу корабля, где гранату бросали. А, ЧК, ой, старый. ЧК, ЧК. Я подхихиковал тут во время рабочего процесса, пытаясь, боясь помешать коллегам. Да, мне казалось, хотя вот сейчас уже время, у меня есть какие-то метражные рассказы, а время всё-таки заставляет более такие, ритм держать другую. Вот мне лет пять-шесть читал, такой у меня рассказ есть, тюлечка, мне казалось, что он очень близок всегда к нашей жизни, поскольку это про то, как самолёт летит там в силу раза причин. Он то и как бы вот падает, то вроде, значит, выпрямляется, как ведут себя люди. Мне казалось, что очень близко к тому, что происходит сегодня, неопределённо с завтрашнего дня. Хороший рассказ, тепло всегда очень воспринимался, мне к самому казалось, что я что-то такое мудрое сказал. Но вот сейчас начал чувствовать, что немножко он длинноват. Длинноват? Длинноват, да, а сокращать нельзя, поэтому я его... Сейчас же время такое, мы же привыкли, да, от одного быстро на другое переключаться и так далее. Ну, конечно, вы же видите, люди перестали даже, вот я смотрю, смски, даже не ответ, а значками, лайки. То есть речь постепенно будет отмираться и не надо, мне кажется. Вы против этого? Ну, жалко, конечно, хочется поговорить иногда. А вы слышите, знаете, как говорит современная российская молодёжь, на каком языке? Где очень много всяких терминов зарубежных, заимствованных слов и так далее и тому подобное. Вот у меня случается, когда идёшь по улице, и там ещё с использованием нецензурной лексики. Нет, ну, цензурно-то я знаю. И как-то вот ловишь себя на мысли, что вот-вот и ты тоже начнёшь понимать современную молодёжь. Вы-то её не перестали понимать. Мат-то я с детства понимаю, это как бы часть нашей речи. А то, что как они говорят, не знаю, у меня внучки взрослые уже нет, мы разговариваем, понимая друг друга, не употребляя ничего лишнего. Ну, сами принимаете воспитание в участии, в том числе и языковом? Ну, посильно, ну, посильно. Нет, во-первых, чувство юмора, я надеюсь, что есть у них от меня, поскольку иначе со мной общаться невозможно. Но сейчас настолько все заняты, задёрганы с какими-то своими делами, редко видимся. Ну, вообще, связи немножко переходят вот в мобильную связь, да, вместо такой человеческой. Ну, значит, такое время. Это Семён Альтов, заслуженный деятель искусств в России, писатель-сатирик, который выступает в нашем городе 21 апреля в субботу в филармонии. Сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Семён Альтов, заслуженный деятель искусств в Российской Федерации, писатель-сатирик. Вот вы успеваете, приезжая в города, отдалённые от столицы, посмотреть, походить, как-то запах эту атмосферу почувствовать города, не миллионника? Стараюсь. Вам интересно вообще это изучать? Интересно, хотя вот я приехал сейчас с моей супругой, она человек молодец, несмотря на возраст, потрясающе любознательный. Это на меня по миру таскала она. Я домосед. Но благодаря ей я объехал почти весь мир, ворча, но потом я всегда благодарен за это, поскольку, конечно, интересно. Конечно, это интересно. И зарубеж, и у нас города абсолютно все разные, и люди разные. Поэтому... Ну вот первое впечатление от нашего города. Вы несколько часов уже здесь... Ну, не успел, хотя я вижу другой ритм. Другие всё равно всё-таки лица меньше суеты. Темп движения людей и машин меньше, чем в Питере. Я уже не говорю про Москву. Мне кажется, что это ближе к человеческой жизни. Всё-таки Москва более загнанная такая, себя загнавшая там в карьеры, в дела, в деньги. Уже очень это откровенно. Питер... Тоже он, хотя, имеет какую-то легенду. Он говорит, петербуржцы. Это совершенно другие люди. Так было раньше. Надеюсь, кто-то ещё из жителей моего города оправдывает это слово. В основном уже тоже беготня, тоже суета. Здесь у вас вот всё спокойнее. Я понимаю, что для кого-то это может быть и минус. Я думаю, что у каждого человека, если есть возможность, он должен найти город, совпадающий с ним по ритму. Вот для кого-то нужна Москва. Действительно Москва. Для реализации его амбиций. Это сумасшедший ритм. Количество контактов в день безумно. Вот ему это надо. Кому-то спокойнее и лучше думается, и работается в каких-то таких городах. Кто-то вообще может уехать в деревню, как какие-то творческие люди. И делали, и делали. Поэтому вот поймать, если есть возможность, ритм твой и ритм города, если это совпадает в резонансе, это всегда даёт хороший результат. Но вы себя комфортно ощущаете в северной столице? Да, да, да. Я, наверное, похож на такой же вроде пасмурный, но иногда как улыбнусь, как будто солнышко на минутку вышло. На роде не бываете? На Урале? В Свердловске? Бывал, бываю. Там была забавная история, потому что когда был жив отец, у меня как раз были гастроли, он говорит, зайди, посмотри, дом где ты родился, у Лёзы Шейкмана. Там есть такой... Это как раз около какой-то стадион, где я выступал, кончилась зима, я вышел, нашёл у Лёзы Шейкмана третий этаж, там дом, всё, никого нет, снежок. Никого нет, в смысле? С грузом на улицу. Расселён? Не-не-не, даже не подходил, я просто нашёл это окно, вернулся, так, чуть ли не пустил слезу, выпил немножко, приезжает, отец говорит, ну как, я говорю, там вот так... Он говорит, какой же восьмиэтажный, какой восьмиэтажный... Короче, я пускал слезу не у того дома совершенно, там всё снесли. Но всё равно вот этот момент, как бы возвращение к первоистокам, вот эта слеза была приятно пущена. Урал часто сравнивают с Кировской областью, ну какие-то вот по натуре, по разговору, по речи, мы как-то с уральцами похожи. У меня лично родственники на Урале тоже живут, мне очень нравится в Екатеринбурге бывать. Но у меня другой вопрос. Вы, безусловно, знаете, что Салтыков-Щедрин был в ссылке в Вятке. Да. Да, да. Восемь лет почти находился здесь в середине 19 века и считается, что... Вы хотите мне предложить тоже самое? Историю одного города он, собственно, описал, да, с Вятки именно. Нет, ну вы читали, безусловно, это произведение в своё время. Вот, и до сих пор некоторые высказывают свою точку зрения, что у нас в городе живут люди добрые, но вот не слишком какие-то там интеллектуалы, так скажем. Судить, наверное, рано, пока вам. Ну, завтра посмотрим на концерте. По этому поводу. Да, на концерт. Кстати, когда последний раз были до этого у нас? Я вот сегодня там в телевидении... Руслан сказал, что я был лет 14 назад, я ему верю. Это Руслан Мамедов, Киров концерт, да. Да, да, да. Или организатор вашего выступления, да. Да, но у меня в памяти, я вот рассказывал, это правда, потому что лет 25 назад, если не 30, в вашем городе Олег Валерьянович Бастилашвили, Светлана Крючкова и я после какого-то концерта с нами расплатили стиральными машинами вятка. Да ладно. Клянусь вам, и мы счастливы, не зная, как мы их допёрли. Нам, наверное, помогли какие-то грузовые вагоны, как-то допёрли их до дома, до адреса, и были счастливы. Это, вот это я помню точно. И по сколько таких машин у вас? Нет, по одной. А, по одной. Ну, конечно, что, они здоровые-то. 14 лет назад? 25. А, 25. Это вот были советские времена ещё, бартером когда расплачивались. Я помню, что вот мы заработали по стиральной машине вяткой. И тогда это было очень нужно, очень кстати, и долгие годы эта вятка обстирывала. Вы пользовались они непосредственно. А как же, ни для украшения, ни на стояло. И перевезли домой и так далее. Нет, нет, она свою отработала. Многие до сих пор с теплотой вспоминают об этой продукции, именно Кировского завода. Как думаете, оцениваю уже, да, свои силы, всё-таки возраст уже, как долго вы ещё будете служить зрителю? Это вопрос не мне, а к врачам, как говорится. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, у меня достаточно приличный возраст, это я и не скрываю. Но пока всё работает. Пока всё работает. Хотя, если раньше сбегал там на пятый этаж бегом без задышки, сейчас уже на второй этаж нужно остановиться, передохнуть. Ну, вообще, происходит изменение системы мер и весов уже. Килограмм весит больше, километр, кажется, длиннее. Ну, это девушки моложе и так далее, и так далее, и так далее. А себя в физической форме как-то поддерживать? У меня хорошая конситуция, как выясняется. Вот от родителей, вы видите, я лет 25, я буквально грамм в грамм. Не меняетесь. Не меняетесь, да. Тьфу-тьфу-тьфу, это нормально, что-то внутри там, естественно. И раз уж я этим пользовался, столько лет, оно, наверное, приходит в негодность и требует замены. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, поэтому я так себе даю ещё лет 10, я думаю. Вот я буду в здравом уме, смогу писать и ездить, и приезжаю в том числе в город Вятку. Но имейте в виду, что у нас замечательные санатории на территории Кировской области есть. — Заманиваете? — Заманиваем, да. — От чего он лечит? — От всего. — От всего. — У нас тут минеральная вода, у нас тут грязи всевозможные есть, воздух свежий и так далее и тому подобное. У нас тут местные власти собираются развивать вот этот медицинский туризм. — Прекрасно. Вот вы понимаете слово-сочетание «медицинский туризм»? Вот что такое? — Ну, это звучит несколько парадоксально, почему нет? — Медицинский туризм. — Когда спрашивают, а чего лечите? От всего. Чего? — У меня как раз всё. — Как раз всё. — Лечите. — Принимайте меня. — Лечите, да. Фронт работы есть. — Хорошо. — У нас поставили задачу, да, привлекать людей из других регионов, в том числе и столицы. — Да, всё, буду говорить, что лечит от всего, это хорошая рекомендация. — Да. Спасибо большое, Семён Альтов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, писатель-сатирик. Творческих вам, творческого долголетия, как ты принято. — Спасибо. — Да, принято желать всего доброго и хорошего выступления, и хорошего общения с нашей кировской публикой. — Спасибо. — Да, до свидания. — Субтитры подогнал «Симон»